поясните, с чем вы опоздали в процесс. Время вот у нас 20 минут. 510 минут. Я прошу прощения, вы поставите, пожалуйста. На вакте у вас вовсе есть. Из-за этого мы не вовремя. Мы пришли в суд до начала заседания. Присаживайтесь, пожалуйста, можно сидеть и отвечать. Суд принесет извинения за задержку в своем здании. Видимо, была лентином, не было стороной. Итак, на данной стадии, пожалуйста, у ответчика есть? На данной стадии. У ответчика есть? Пожалуйста, на данной стадии нет. У третьих лиц? Нет. Нет. Ну, что нас скажет тогда истец Суши? Вам скажут. Может, я слышу? Ко всем относится. Николай, Николай. Ну, пожалуйста. Ну, что вы требования не отнастали? Пока что в том объеме и тем долгом, которые были изложены, в том объеме заявления, в данном избирательстве, оточнили ему. Пожалуйста, на данной стадии. Мы заявляли, что приостановление появилось это дело. В каком заседании мы откладывали дело, и это определение было указано, что на сегодня вы разошли. Конечно. Ну, вот я вас когда спросил, про ходатство сказали нет. Поэтому вот мы сейчас перешли к исковым требованиям. Сейчас, конечно, ваше ходатство мы рассмотрим. Итак, естественно, если вы наставите, вы с иском согласны, не согласны? Не признаем полуэнергии. Не признаем полуэнергии. Попросы у вас, пожалуйста. Стороняя Григорьевна. Уважаемые обсиделители, скажите, пожалуйста, вот вы поставки тепловой энергии в квартирную баню. Чем подтверждаете? Тем, что у вас есть отопление. Ну, наличие отопления не верит, чтобы поставить полуэнергии именно вы. Именно первая сетевая компания. Чем подтверждаете поставку? Поставка подтверждается наличием соответствующей услуги, которая не может быть осуществлена без соответствующего ресурса. В данном случае тепловая энергия – услуга отопления. Поэтому я таки ответила. Если вас интересует поставщик, именно почему считаем энергоснабжающей организацией ПСК, то мы считаем, что данный факт уже установлен. В рамках рассмотрения дела, на которое я сослал в своем исковом заявлении, финансы 266-2009 года. И второе. Ну, это указано, собственно говоря, и в АССК, и в суду его предоставлены. Там установлены в суд для Компрос-86, так как служащая организация, первая компания. Я считаю, что повторному доказыванию не подвижут данные. Что, я надеюсь, вы не будете спорить с тем, что к определенным акциям, которые вы составляете, мне относятся к киномным периодам. А вот в данный период, который вы сейчас выявляете, такими документами подтверждают, что именно в данный период, 10-11-12-м год, пострадавшись в ПСК, именно вы. Ну, я считаю, что ответов на ваш вопрос. А, то есть, у меня еще кроме предиции нет, да? Нет, прошу прощения, давайте вопрос ответ. Хорошо. Скажите, вы имеете присоединенную сеть к многоквартирному дому в ПСК, 8,6 в квартире? Непосредственное присоединение к коммерцопонимающему строительству именно конечного потребителя абонента нет, не имеем, поставляем через сеть конкурсирующих. А вообще сети не имеете на участке вот под сетей ПГК-9 до сетей многоквартирного дома? Или ничего нет? До сетей многоквартирного дома я уже ответила на ваш вопрос, что непосредственно наша сеть к энергопонимающему строительству абонента, а эта многоксеть у многоквартирного дома, не присоединяется от дублирующего. Да, интересно. Хорошо. Производство горячей воды. Где существует? Помощь ково оборудованию геновосполученного. Вы производите горячую воду. Это нас очень интересно. Какой ресурс? Ну, любимая горячая вода, смотри. Горячая ГБС. Так бывает, да. То есть, что в данном случае имеется в виду? Горячая вода как ресурс? Или то, с чем она изготавливается? Горячая вода как ресурс? Она заходит в дом. Вы, если действительно готовите ее вы, где вы ее готовите? Где вы приготовили эту горячую воду и каким образом вы поставляете в дом? Вода изготавливается на центральном тепловом пункте, который на праве хозяйственного ведения уже моторостроитель. Это, собственно говоря, никогда не отрисалось и было установлено предыдущими судебными актами и транспортирующая организация из личного ведения. Для этого у нас заключены соответствующие договоры на транспорт. И в данный транспорт, в договор транспорта входит и в том числе изготовление. То есть, изготовление производится непосредственно оборудованием уже, но за наш счет. Поэтому мы считаем, что оплатим надлежащим поставщиком являемся. То есть, ваше оборудование в производстве горящей воды не участвует? Непосредственно как физический объект данное оборудование нам не принадлежит. Подождите, я не успокоился. Вы упомянули какие-то договоры, которые, якобы, подтверждают изготовление мужекоторостроитель для вас горящей воды, и потом вы эту воду, якобы, поставляете в нас. Значит, когда у детей, у детей, у детей. Да, у меня будет сказать, что нужно уже? При общении к материалам для двух договоров у нас Филипп, дело в том, что включает в себя в том числе и в 12-й год. Поэтому, а у нас один договор заключен в 1-й января, поэтому два договора. 26.08 и, ну тут длинный договор. И дополнительное соглашение к нему, которое поясняют. третийчиком, третьим славом мы. Ну, мы уход, в три человека не включаем. Потому что они здесь подойду. Подойду к другому, да. Они, собственно говоря, подрекшаем. Ну что, приобщаем. Точка зрения от лечика. Да, мы его, обращаем. Обшая точка зрения, да? Да, приглашаем. Приобщем от материала. Ну, общая точка зрения. Приобщено к материалам дела. Еще, пожалуйста, вопрос. Вопрос следующий. Какой пункт договора подтверждает то, что приготовлением горячей воды для вас занимается межрежный простроитель? Какой пункт назовете? Один дополнительного соглашения. Дополнительного соглашения, которое датировано 28 февраля 2013 года. Так, минутку, уважаемые участники. Скоро у нас здесь телевидение и аудиозапись. Телефон отключить, уважаемый отвечу. Ладно, доп. Потому что... Вопрос был, каким пунктом предусмотрено изготовление, да? Да, приготовление. Я просто записываю. Вы ответили пункт 1.1 до соглашения. Так, ваш ответ? Дополнительное соглашение 28 февраля 2013 года. Ну, читаем пункт 3. Дополнительное прочитайте, все, оно такое большое. Ну, пункт 3. Распространяется действие с 1 июля 2012 года. Да, анек, это договор 2012 года. Есть еще договор 9-го года, там есть. Я не вижу, что он просто... Ничто заключение договора и распространение его действия на отношения, возникшие ранее, существующим нормам законодательства. Скажите, пожалуйста, вот, дополнительное соглашение договора 26-08 от полята вымирает в 68-го года, вот, как вы рассылаете, оно... Какой дабы вообще составлено? Не могу присутствовать. У меня документы содержатся данные... Прошу прощения, я прерываю, я вопрос немножко угодно. Не продавал соглашение 28 февраля 2013 года? Нет, я же говорю, вот, она, значит, сторона ИСА ссылается на дополнительное соглашение под договору номер 26-08 от 9-го года 2008 года. Однако данные дополнительные соглашения вообще не содержат даты его составления. То есть вы пояснить не можете, когда вы... Подождите, подождите, подождите. Вот вы о чем говорите. То есть вопрос подать о том соглашении. Не могу присутствовать, а с искусственной датой не влечет, не влечет. Ответ принимается, вопрос принес. Пожалуйста, дальше. Вопросы больше. Нет вопросов? Ну давайте третьих лиц послушаем. Уважаемые представители, кто начнет? Есть пояснения, какие лица? Объяснение третьих лицового на группах, было... Возле неиспроизоля, некоторых материалов дела имеется. По официальным документам у нас пояснений нет. Могите проявить. Ну, я только могу пояснить, что доводы с третьих лицами я поддерживаю. Действительно, мы рассчитываем представление такого ресурса, как горячая вода. Мы сняли оборудование в рамках... Оказываем услугу, как точно сказать. Допсоглашение для Георова 2008 года, вы знаете, нет? Да. Подписанник. Дата какая? Тут, конечно, только для правоотношения фактически существуют, для правоотношения, для пространения своих действий с первого нарялоосьмого года. Вопросы не имеют в третьей лице. Вот третья лица, вторая лица, вторая лица. Ну, вторая лица. Это просто мужик не просто третий. Ну, хорошо, задавайте. То есть, вы дату вы лично не знаете, или не можете в организации вся ее узнать? Да, множество вопрос занимается, я это только что выяснил. Я спросил, по-другому, так, минутку. Я вот этот вопрос задал, пожалуйста, другой редакции задайте. Хорошо, скажите тогда, вы говорите фактически сложившиеся отношения. А они у вас фактически сложившиеся с кем? С первой сестевой компанией по поводу приготовления горячей воды? Ну, правда, это исключено договора. То есть, вы готовите на центральном слоуме пункта, более в номер 2, горячую воду для первой сестевой компанией? Да, это зацепление. Понятно. Скажите, пожалуйста, а вот те объекты, которые расположены тоже, вот, так скажем, в зоне действия, вот центрального теплового фунта, на котором приготовлены горячую воду, которые имеют заключенный договор с КГК-дией, вы одновременно удаляетесь готовить горячую воду? Подождите, я, извините. Вопрос по первому, подождите. Я хочу суть вопроса вводить. То есть, вы спрашиваете еще раз, что они на одном пункте готовят два ресурса. Ресурс до двух организаций, что ли? Ну, да. Уважаемый, это у нас, по-моему, это предмет диск, это, ну, за скину, в плане, то есть, по-нет, 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 по-нету потребителю. Я подожди, подождать. Давайте мы вопрос сначала уточним, что вы хотите, уважаемый ответчик узнать. Какой вопрос? Еще раз, только в более приемлемой редакции, чтобы я мог его записать. То есть, вопрос о том, что вы на бойлерной номер 2, которая расположена на пункте 96а, вы готовите ресурс, горячую воду готовите для перскостевой компании, только, и для потребителей перскостевой компании, или для ТГК-9? Вы также готовите воду и для потребителей ТГК-9? Я уже ответил, что именно в рамках данного процесса я могу пояснить, что мы готовим для ПСК, для потребителя. То есть, для ТГК-9 аналогичного договора у вас нет? Я могу пояснить. Я запросу обращу. Ну что ж, давайте ходатайство тогда посмотрим, какое нам заявляет. Ответчик. Пожалуйста, встаньте, еще раз отлучшите ходатайство. О, не встаньте, я аж себе разрешу. Пожалуйста. Значит, мы можем спросить производства по настоящему делу до рассмотрения А-50-16-472, дорога 1012, который находится в производстве судей Мачиковой. Мы считаем, что дело в чем трение, указано в новое дело, невозможно... Пожалуйста, непонятно. Пожалуйста, поясните, там суд дело в чем? А-19-16-472. Предмет спора, стороны, на какой стадии процесс? Управлением федеральной демонтольной службы заявлено два, скажем, требования. Первое требование касается обязания ТГК-дейерспостевую компанию устранить допущенное нарушение демонтольного законодательства и восстановить положение, существовавшее до нарушения демонтольного законодательства. Нарушение было установлено еще в 2009 году. Значит, период какой? В 2009 году, да? В 2009 году, конечно. В 8-й, 9-й или после 9-й? Ну, предписание было выяснено в 2009 году. А, нарушение продолжается по сей день. Понятно, а предписание на какой период? Нарушение в какой период? Предписание, значит, было устранить нарушение до 10 декабря 2009 года. Ну ладно, буквально. Так, и на какой процедуре вот это дело? В первой инстанции дело находится. Оно рассмотрено в производстве и приостановлено? Оно приостановлено до рассмотрения дела номер А50-16-461. Приостановлено. То есть вы это дело просите приостановить до того приостановленного дела. Правильно? Да. Так, приостановлено до рассмотрения какого дела? А50-16-461-2012. А там что за дело? Значит, а это дело уже конкретно касается Комсомольского проспекта 86. Именно данного дома было также в Управлении федеральной демократной службы вынесено предписание ТГК-9 по заключению прямого договора с Комсомольским проспектом 86. Значит, данное решение и предписание оставлено в силе решением суда первой инстанции и уже постановлением 17-го арбитражного апелляционного суда. Эти документы... Я... Еще раз. 646-9. То есть это кто отвечает или заявитель отвечает? Значит, заявителем по тому делу являлась термская сетевая компания и ОАО КВК-9. Они оспаривали предписание и решение управления федеральной демократной службы. Значит, требования у ФАС... Требования, вернее, ТГК-9 в сетевую компанию было отказано. То есть решение и предписание оставлено в силе. Правда. В инстанции. Так, и дальше сейчас что-то? Ну, сейчас они подали кассационную далагу ТГК-9 в сетевая компания. Но я так понимаю, что судья Мухитова ждет как раз рассмотрение дела в суде кассационной инстанции. Дело назначено на 11 июня 2013 года. Кассации? Да. Судебные акты первой и второй инстанции как собственное решение и предписание я в прошлом судебном заседании на суду кассационной. ТОЧКА ВЗРЕНИЯ Гражданские правоотношения никакой прямой связи здесь нет. Даже если там будет какое-то положительное решение, обязательно исполнить предписание, это никак не повлечет за собой прямую обязанность, расторгнуть договор, изменить его. Даже если будет каким-то чудом признан, что договор о купле-продаже от 30 января 2007 года должен быть расторгнутым, он будет все равно расторгнутым с момента вынесения решения. Это как минимум 13-й год у нас в период по имени 12-го. Поэтому никакой прямой связи и именно, так скажем, причинно-следственная связь, что это повлечет, как он пишет здесь в своем ходатайстве ответчик, что это лишит основания требований о ПСК в констеряющем и дело здесь не усматривает. Критер, если что скажешь, то я нашли деньги сюда. Нашли деньги сюда. Ну что ж, существует некогда защитный пункт, удалиться на суде, там находятся, пожалуйста, предупреждаем на экране.